Здарова, ребят! Меня зовут Илья и AirPods больше не нужны. Как так? Будем разбираться прямо здесь, прямо сейчас. Давайте начинать, погнали. Астрологи объявили сезон полностью беспроводных наушников на канале Велсаком. Буквально недавно я вам рассказывал, как подружить AirPods с андроидом. Сейчас мы с вами будем смотреть на Meizu Pop, модель TW51, полностью беспроводные наушники Meizu. А затем закажем, наверное, что-то от Xiaomi, либо какие-то наушники, которые вы мне посоветуете вот там внизу в комментариях. В действительности, это уже третья моя пара наушников Meizu Pop, потому что у меня есть китайская версия, европейская версия и запакованная европейская версия, которую мы прямо сейчас распакуем, узнаем, что там в коробочке. Я-то знаю, я вам просто хочу рассказать. И уже затем перейдем непосредственно к обсуждению удобства использования, комплектации и вообще качества этого продукта от китайского производителя. Я думаю, что ни для кого не секрет, и вы наверняка все это знаете, что Meizu изначально начинала как раз с производства аудиоплееров, MP3-шечек. Составляла конкуренцию iPod'ам, но только из Китая. Вот они, сразу же нас встречает кейсик, небольшой, аккуратный, запакованный с наушниками внутри, инструкция с бегущим человечком и... Это, по идее, не так должно отрываться. Первого раза не получилось, поэтому мой любимый Leatherman всегда поможет открыть абсолютно любую коробочку. USB-C провод, потому что это современные наушники, выпущенные в 2018 году, значит, с USB-C по-другому быть не может. И я не просто так трясу коробку, ребят, там сменные амбушюры. Две пары амбушюр, очень маленькие и очень большие, среднего размера уже на наушниках. И, что мне в особенности понравилось, есть дополнительные насадки на уши с упорами для внутренней части уха. Для того, чтобы наушники, например, при беге или каких-либо занятиях спортом никуда не выпадали. Удобно. И самый важный момент любого распаковочного видео, это снятие пленочек с продукта. А-а-а, ASMR-распаковочки. Вот так выглядит зарядный кейс, внутри наушники, и тут прямо напрашивается сравнение с AirPod-зами. Ребятушки. Зашлите-ка. Оп! С первого раза поймал. Ну, действительно, бочонок от AirPod-з гораздо компактнее, но он уже такой видавший виды. Вам, наверное, сейчас на камеру этого не видно, но кейс от AirPod-зов весь уже покоцанный. Но есть такая особенность. Они действительно очень быстро теряют товарный вид, но по своему объему он меньше. С другой стороны, в чем конкретно выигрывают Meizu Pop, это наличие беспроводной зарядки. У меня тут есть специальная зарядочка, и если положить кейс от наушников на нее, сразу же загораются четыре светодиода индикатора на передней части, которые показывают уровень заряда, собственно, нашего кейса. Это мелочь, но это, блин, оказывается настолько крутая и удобная мелочь, что... Но я жду AirPods 2, в конце концов, я жду вообще беспроводную зарядку в любых подобного рода наушниках. Беспроводная зарядка — это топово! Они живут минимум три часа от одного заряда батареи, соответственно, на какой-то среднемагистральный перелет их хватит, и уж тем более их хватит для передвижения по городу с музыкой. Они легенькие, они такие маленькие. И, как любой продукт Meizu, они выглядят здорово. Очень важный момент, в принципе, в любых подобного рода наушниках — это то, как закрывается кейс, потому что многие используют AirPods как своего рода fidget cube или spinner, и вот так вот, знаете, открывают-закрывают и тем самым успокаивают свои расшатанные нервишки. Вот вы смеетесь сейчас и думаете, что это... Ааа, кому это нахрен надо? Это серьезно очень важная вещь. Вы знаете, вот подобного рода продукты, маленькие, легкие, со светодиодным кольцом, с контактной площадкой для зарядки, с сенсорной площадкой для управления музыкой, то есть это какое-то маленькое инженерное чудо. Оно работает, оно работает долго, причем, ну, реально хватает часа на три, и это самый-самый минимум три часа, которые они проиграют. Плюс от кейса еще три-четыре раза их можно зарядить, и того получаем, ну, стабильно 12 часов минимум воспроизведения музыки. Вообще, ключевое отличие Meizu Pop, да и практически всех True Wireless наушников от AirPods, это их форм-фактор. Если AirPods у нас это наушники открытого типа вкладыши, которые никак особо не фиксируются в ухе, и у некоторых граждан действительно есть проблемы с их... Эй, шею бы не сломать. Выпадением из уха, у меня такой проблемы нет, то с Meizu Pop такой проблемы гарантированно не будет из-за иного способа посадки в ушной канал. Соответственно, берем левый наушник и ввинчиваем в ухо до легкого хруста. И? Ну, тут вообще очень крепко. Плюс они еще обладают гораздо лучшей шумоизоляцией, опять же, ввиду иного способа посадки. Процесс подключения, конечно, ну, не такой волшебный, как у AirPods, но, тем не менее, мы открываем кейс, достаем наушники, открываем Bluetooth, и вот они, Meizu TW50, это те самые наши Meizu Pop, а они уже целиком и полностью готовы к тому, чтобы жарить металл прямо мне в мозг. Five Finger Death Punch. В плане звука, ну, никаких откровений тут нет, они звучат нормально, но, не более того, нет поддержки кодека aptX, нет прочих наворотов, но, с другой стороны, было бы, наверное, странно ожидать от такого продукта какой-то аудиофильской составляющей. Самое главное, что я вам хочу сказать, обязательно попробуйте все амбушюры из комплекта, потому что амбушюры действительно могут значительно влиять на качество звука. Ну, и вообще, в идеальном случае, я вам рекомендую именно комплай амбушюры из пенки, которые садятся прямо по вашему ушному каналу и обеспечивают наилучшее качество звука. Мы такие пробовали на Ифе, когда писали вам ролик про убийца AirPods. Посмотрите. Ну, и, естественно, чтобы нам, как пользователю, было максимально удобно, можно управлять музыкой обычными тапами по этим самым сенсорным площадкам, которые обведены классным светодиодным кругом. Можно ставить музыку на паузу, можно снова включать воспроизведение, включать следующий трек, предыдущий. Это сделано достаточно удобно, но все-таки требует определенного привыкания. Нужно прямо точно попадать по этой площадке. Ну, и, само собой разумеющееся, в этих наушниках есть микрофон, и их можно использовать как гарнитуру, потому что я знаю, что вот те же самые AirPods народ любит не только за их удобство использования как обычных наушников, но еще и как гарнитуру. Здесь абсолютно то же самое. Вставили в ухо, приняли вызов и общаемся вполне. Че бы нет-то. В итоге-то, че, не нужны что ли AirPods-то больше? Ну, в данном случае нет. По той простой причине, что Meizu Pop это продукт, который во многом обходит AirPods, хотя бы потому, что это более новый продукт, который уже, в свою очередь, учел все ошибки первого поколения наушников Apple. Здесь вам, пожалуйста, и беспроводная зарядка, что нереально удобно, поверьте мне, это очень круто. Здесь и зарядка через USB-C, здесь и влагозащита по стандарту IPX5, соответственно, в них можно потеть, в них можно попасть под дождь, но плавать я бы, наверное, только не стал. Ждем второе поколение AirPods, посмотрим, что нам покажет Apple. А пока Meizu Pop за 8 тысяч рублей в официальной российской рознице выглядит как отличный подарок себе, либо близким людям и друзьям. И самое главное, по промокоду Велосоком можно получить скидку в 10% в магазине PixelFone.ru, поэтому, если соберетесь покупать, используйте промокод. 10%-то это дороги не валяется. Можно, конечно, купить на Алиэкспрессе, и именно так я и сделал со своей первой парой Meizu Pop, но есть одна особенность, которую подтверждает форум ФОПДА и обилие пользователей китайских версий этих наушников. У них более старая прошивка. Можно, конечно, попробовать обновить самому, а кирпичить наушники и потом уже пойти переплатить за официальную российскую версию с обновленной нормальной прошивкой, но это путь сильных духом и смелых. Поэтому я рекомендую именно RST-технику вне зависимости Meizu Pop, это iPhone или что-то еще, потому что у вас есть официальная гарантия и гарантия того, что все будет работать как положено. Удачи вам, дорогие друзья! Не забывайте писать там в комментариях, чтобы нам пообозревать из полностью беспроводных наушников еще, может быть, вы знаете, какие-то крутые модели. Я буду очень рад увидеть ваши комментарии там. Ставьте большие пальцы вверх, и где-то здесь уже висит видео, которое вам обязательно нужно посмотреть в следующем. Удачи! Пока!